друзья приветствую вас на канале ниндзя капитал вечерний обзор сегодня 9 августа давайте рассмотрим что сегодня на происходило какие есть у этих событий движущие моменты силы ну и начнем мы с вами с календаря событий так вышли данные сегодня по сальдовому сальдо торгового баланса германии положительные данные немножко больше чем прогноза но ощутимо больше предыдущего значения когда у такой стороны как германия положительный торговый баланс это очень хорошо это значит она цветет и пахнет потому что германия на все-таки не экспортирует инфляцию и свою денежную единицу в отличие от соединенных штатов поэтому для нее показатель положительного торгового баланса очень важен если он растет это вообще хорошо можно перекинуть другим странам помощь венгрии польши и так далее так вот сегодня в 5 часов вышло число открытых вакансий на рынке труда 10 миллионов против 9 целых двадцать восемь сотых прогнозы идеи целых 483 предыдущего ну здесь надо сказать для золота это очень очень неприятная новость потому что восстановление рынка труда означает очень быстро и очень скоро и сворачивание мер поддержки и соответственно сдувание пузырей падение инфляции и так далее и тому подобное но здесь на самом деле люди которые вот но не считаю что просто пузыри сдует и все с живем нет такого конечно же не будет потому что во всем цивилизованном мире соединенных штатах эти пузыри не связаны с благосостоянием людей которые инвестируют в акции с пенсионными программами и поэтому здесь будут очень очень аккуратно действовать и но без какого-то случая этот случай будет скорее всего постараются максимально смягчить вот это негативное воздействие прокол от бамс шарика который надулся но практика показывает что очень часто благие намерения и стремлению правительству финансовых властей не приводит тому что все идет совершенно по иному и по иному сценарию есть даже такая пословица по моему то ли в инженерном деле то ли в теории катастроф я точно не помню что все неблагоприятные события которые могли бы произойти они обычно происходят и уже потом когда как бы исчерпывается лимит тогда уже начинается расти чего-то позитивного что-то нового и прекрасного так вот российские новости российские новости но здесь ничего такого особого я не нахожу ну разве что то что касается так называемого экспорта водорода получения я так понимаю планируют они серый водород производить то есть который из природного газа получается но здесь надо точно понимать что такой водород который получается из природного газа несет себе очень значительный углеродный след и такая продукция сама поставляется в европы соединенные штаты она будет обкладываться достаточно ощутимым углеродным налогом так друзья но то массовые предостережения что и сын питом достиг таких значений что любое событие она может вывести из равновесия все рухнет но это вам и так понятно что когда на хаях такое движение идет в любой момент все может сорваться вниз смотрите здесь единственное с моей точки зрения остается незавершенный паттерн это во первых еще запулить в космос все оставшиеся акции мемы тот же робин гуд вышел на рынок на пока его еще в 10 раз не разогнали поэтому есть куда стремиться и я думаю сейчас вот этот ураган из напечатанных денег который в последний момент начнет дико кружить по всему миру по соединенным штатам он просто обязан подхватить все оставшиеся мимо акции и и закинуть их на небывалые высоты так ну и вот сегодня выпустила он доклад по поводу изменения климата я об этом писал в телеграме но здесь смотрите на самом деле я вот ко все всем этим вопросам отношусь очень скептически не потому что допустим углекислый газ который получается в результате там сгорания он отчасти возникает парниковый эффект действительно инфракрасное излучение но с поверхности земли не уходит и полойки вещей должна подниматься температура но здесь слишком очень много факторов помимо этого это и выделение энергии тепла объектами промышленности людьми домами и так далее это и тот факт что солнце она имеет определенную активность в разные периоды которые очень существенно влияет на температуру на поверхности земли помимо этого есть еще и другой момент внутри земли вроде как по науке находится раскаленное расплавленное ядро которые в мантии плавают как она влияет на температуру на поверхность это тоже достаточно существенный вопрос и поэтому с моей точки зрения претензии к углекислому газу которые возникают они возможно обоснованы но вот мой ум никак не может понять степень их обоснованности и адекватности претензии в эту сторону но начнем с того что в принципе само существование человека и цивилизации она вносит дисгармонию и разлад в природу и поэтому как бы сама человеческая цивилизация она уже нарушает и разрушает природу и поэтому как бы ну для того чтобы никаких изменений был негативных нам просто ну цивилизацию куда-то я не знаю там на марс или в космос отправишь его на земле жить не мешало из этого конечно не следует что надо приходить в лес допустим или куда-то на пляж и оставлять за собой грязь нет надо очень бережно к этому относиться и не мусорить не создавать излишних проблем излишних загрязнений это мне кажется даже на эту тему можно никакой дискуссию не проводить но проблема здесь заключается в том что по-видимому вся эта истерика которая сегодня началась с изменением климата там а насколько градусов меняется от сжигаемых источников топлива она связана именно с тем что надо видимо кто-то понимает может быть подсознательно может быть это игры которые ведут зеленые человечки и масоны которые понимают что напечатанные деньги они без срочного открытия нового рынка и обновления но рынка имеется в виду новые технологии производства новых транспортных средств и оборудования систем выработки электроэнергии сбережений и так далее что все это напечатанная масса на вызове коллапс вот но я шучу разумеется там я не верю ни в какие теории заговора и я считаю что это бред полнейший и никаких там заговоров внешних врагов там масонов и так далее это все это выдумки тех людей которые они хотят скажем так покрыть какие-то неблаговидные дела свои начинаются сразу там поиски внешних врагов и теории заговоров это прямо вот не не ходи каракулу так вот и мне кажется вот эта новость которая сегодня вышла как раз связано с тем что хотят этот процесс ускорить потому что начинают понимать что просто элементарно могут не дотянуть и разразиться новый кризис который окажется значительно сильнее того что мы видели в марте 2020 года так но и тут же пошли планов громаде по поводу того какие машины будут выпускать как они будут каких будет больше как они будут друг друга вытеснять но смотрите с моей точки зрения то что преподносится как топливные элементы где водород окисляется на электродах или же гибриды это крайне нерациональные бессмысленные проекты потому что они во первых при производстве требуют значительно больше ресурсов и они тем самым вносят еще больше диссонанс в окружающую среду и поэтому с моей точки зрения ну должен быть либо двигатель внутреннего сгорания либо электрические двигатели аккумуляторная батарея без всяких этих промежуточных субстанций которые конечно здесь понятно ситуация кто это лоббирует это лоббирует автоконцерт на который понимает что на всех этих переходах от одного там к другому можно дополнительно состричь бабла вот и все а на самом деле здесь просто переход и все ездили мобиль автомобили с двигателями внутренними сгорания далее ездят автомобили с электрическими моторами и аккумуляторами еще никаких гибридов никаких там топливных элементов и прочих чудес бессмысленных так друзья но сбербанк удивил закрыл он наконец-то гэп вынес кучу шартистов истребил их просто жёг в адском огне и здесь мы видим картину его ну и вот с моей точки зрения абсолютно четко вот здесь был мощный заход здесь пожгли всех шартистов которые надеяли надеялись что он сейчас уйдет на сто семь семь или сто пятьдесят на таком не произошло и поэтому видим такой волшебный рост так друзья но вот у блумберга голосовал очка была на сайте когда фрс поднимет ставку но большинство людей думает двадцать третьем году чуть меньше в двадцать втором году еще меньше в двадцать первом году но с моей точки зрения здесь было бы логично как чтобы это все произошло что в двадцать первом году внезапно оказалось рынок труда полностью восстановился они подняли ставку после этого все полетело в трамторары и они снова ставки снизили до нуля и тогда мы получим что двадцать первом году ставку подняли и в двадцать третьем году ставку подняли как раз получается попадание во все сценарии но двадцать второй год с моей точки зрения наименее вероятно потому что здесь ну скажем так не будет то есть могут начать в двадцать втором году но вот этот процесс ощутимо пойдет если все нормально двадцать третьем году либо сейчас горяча могут рубануть и на выходе получить новую волну новый зигзаг кризиса так друзья давайте перейдем графиком что мы сегодня имеем по факту но смотрите snp это я среди на фьючерс снг и он сегодня пытается все-таки немножко сходить вниз а может быть и развернуться вообще кто его знает на самом деле здесь уже конечно время пришло либо показывать очень мощную волатильность вот такого плана либо уже куда-то но вниз определяться куда он пойдет но сегодня вот мы видим по виксу пошло движение с гриппом он открылся значительно вырос на пять с половиной процентов пока это не летально 18 половиной близко пока не пробили тем не менее когда начинаются такие пляски это указывает на то что вот вот что-то произойдет так друзья далее нефть посмотрите с нефтью все нормально здесь двойной донышко нарисовали повышенную волатильность на хаях начали показывать понятное дело к чему это все происходит но сейчас на текущий момент ситуации я считаю она стабилизировалась так ну вот в общем то часа вик первую цель ну почти чуть чуть не доделали я думаю сейчас здесь будет консолидация про торговочка и соответственно если не будет в ближайшие часы пробития 68 метре то нас ждет движение увлекательное сначала на 70 и 8 79 и потом движение вот сюда вот на 7 71 72 172 20 если все будет хорошо я считаю здесь все-таки произошел разворот и весьма вероятно в ближайшее время мы увидим коррекционный отскок до растущий тренд по нефти сломался но на текущий момент я думаю преждевременно чтобы она срывалась штопор кровь пустили стопы собрали и хватит это же рынок они гильотина так друзья дали индекс доллара но он локально цели все сделал вопрос том закрепиться не закрепиться он достигнутом диапазоне если закрепиться то этот рост будет продолжаться выше и выше так друзья далее давайте крипту быстренько посмотрим эфириум дневной таймфрейм смотрите здесь все готово все готово для того чтобы исторических а и переписывать единственно что может испортить вот это движение которое уже собралось духом это коррекционный откат и пробитие 2350 здесь есть промежуточный уровень который если берется то вот этот рост он не получает развитие так друзья дали рубль-доллар давайте вот через фишечку посмотрим сентябрьский фьючерс часовой таймфрейм ставлю посмотрите сейчас вроде нефть начала отжигать ну и в таких случаях полагается коррекционный откат цель движения 73 тысячи девятьсот восемь семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят вот сюда вот этот диапазон соответственно если сейчас будет за дёртой пробитие 74 187 4 200 то нас уже сегодня ждет движение 1 цель 74 500 вот сюда вот и потом движение на 75 тысяч нефть сейчас начала отскакивать укрепляться рублю тоже полагается укрепиться никуда от этого не деться но вот эта формация которая здесь возникла она просто обязана этой неделе вытолкать в район 74 950 может быть 75 100 так друзья но вот фьючерс на индекс ртс тоже часовой таймфрейм давайте возьму сегодня очень энергичные были движения на текущий момент сейчас развивалась движение с целью по тысячи пробить стучат 4 160 я думаю все таки будет коррекционный откат и закрытие где-то вот здесь вот в этом диапазоне так друзья далее золото сейчас давайте сэвди возьмем там они отличаются все с фьючерсами на несколько долларов это не критично здесь ситуация следующая хорошие данные по рынку труда сша это все сворачивание стимула сворачивание стимулов это уничтожение избыточной денежной массы и отсутствие инфляции соответственно золото таких новостей очень сильно боится и мы сегодня это наблюдали в полном объеме смотрите на недельку если переходить то по сути сегодня за один день выполнили там не знаю недельный месячный план по просадке большой вопрос будет или не будет повторное тестирование пробой 1670 если такое тестирование с пробоем будет тогда конечно от золота можно ожидать уже и более ощутимого движения например вот сюда по направлению 1540 если же события таким драматическим образом не оборачиваются они судя по дневному графику наверно не обернуться таким образом то нас здесь после консолидации ждет все равно отскок сюда в этот диапазон так друзья но смотрите здесь золотом сейчас идея очень простая если есть плечи переносить через выходные вообще нельзя ну через ночь нежелательно сейчас как бы тут закономерность очень элементарные когда упала и разворотная формация хотя бы на часовике его со стопом можно взять и как только она отрастает хотя бы на 30-50 процентов от этого падения по его продавать ждать что то вырастет на 2000 конечно не нужно но отскоке можно использовать свою пользу опять же смотрите здесь не должно быть никаких иллюзий здесь была попытка отскока на успехом не увенчалась то есть это не значит что каждый каждое сильное падение она будет приводить тому что она обязательно отскочит до тех значений которые были до 50 процентов нет бывает так что и промах случается но здесь страховка очень просто это стоп поставленный под минимальным значением плюс там несколько волшебных значений к нему прибавляется и все таким образом до случае если от сколько не будет происходит потери но потеря это не головы как вот здесь если не поставить стоп так друзья но вот акция headhunter дневной таймфрейм который я вам активно рекламирую сразу скажу я и активно рекламирую потому что она мне нравится как она ходит она как крипто делает по 3 иногда по 10 процентов в день уровне здесь вообще просто идеально работают я не знаю сколько это продлится на текущий момент уже наверно когда с конца апреля с мая ну вот здесь я эту закономерность выявил где-то в середине мая она практически вообще не вне подводя ее туда-сюда гоняют и вообще все прекрасно я поэтому не понимаю зачем от какой-то ерундой заниматься там ну какие-то выискивать сомнительные истории ну скажем так не очень ликвидные непонятные там во всякий там уран инвестировать в долгий срок там например платину покупать но если на небольшое значение то можно купить слитки разных металлов и палладии серебро и платина и золото но дело в том что если вы вкладываетесь металлы вы должны понимать что это не спекуляция это долгосрочное вложение если в слитке вот а то что касается непосредственно движение вот пожалуйста хэдхантер отлично ходит сбер газпром ничего еще какие-то что еще надо для счастья вот но и здесь к чему я сейчас они поднял вопрос она подошла вот потестила вот этот свой максимум и с высокой степенью вероятности сейчас отсюда разовьется коррекционный откат цель этого отката будет движение в район 3050 3030 может конечно нарисовать шпиль это произойдет если сегодня завтра будет пробитие 3490 на объеме то тогда весьма вероятно ее потащат и на шпиль но вероятность такого события с моей точки зрения не очень большая скорее здесь пойдет движение вниз даже если на шпиль и и задернут потом ее все равно погонят сюда потому что но это приятно когда она туда сюда ходит по 3 5 10 процентов день так друзья далее русал это недельный таймфрейм до русала здесь достаточно интересная картина у него сейчас пошел импульс движения цель этого импульса 57 когда это будет реализовано возможно в ближайшее время не будет это реализовано если здесь возникнет коррекционный откат с пробитием 50 целых пять десятых 50 целых одна десятая вот этот диапазон случае пробоя скорее всего отсюда все сыпанется и он уйдет на 41 с половиной так друзья дальше следующая бумага огонь это стволовые клетки человека посмотрите там конечно прогнозы в плане того что у них сейчас вы выход идет определенного препарата для борьбы застойными явлениями в нижних конечностей рынок там будет измеряться но наверное даже возможно и десятками миллиардов долларов такое тоже может быть это конечно очень оптимистичное заявление но они к этому через какое-то время вполне могут подойти поэтому с точки зрения развития этой компании несомненно у нее перспективы достаточно значимы и она может вырасти и в 5 и в 10 и даже значительно большее количество раз вот на текущий момент я думаю здесь вот раздача который она закладывался этом диапазоне она закончилась ее конечно продолжают пампить вот в принципе она конечно может отсюда уйти и на 100 и на 150 вот но я хотел обратить внимание что есть определенный уровень который в районе в районе 60 61 и 5 проходит вот если здесь возникает пробой этого значения то скорее всего она сыпется и назад вот сюда куда-то если даже не обвалится но будет коротенько и очень сильное движение которое вышибет вообще всех поклонников флангов в этой бумаге так но если переходить на часа века здесь по часа веку она находится в консолидации вот в этом диапазоне для того чтобы она пошла наверх для этого конечно основания здесь есть цель движения ну как минимум она вот здесь находится 71 и 9 может быть даже повыше но на текущий момент для того чтобы это движение произошло я думаю более вероятно это отбой от верхнего уровня 70 и какое-то движение для начала на 63 3 потом задерг наверх так друзья далее фас агро вопрос был по фас агро смотрите здесь ну как бы рост понятное дело он космический произошел несмотря на то что достаточно ощутимый дефицит в провизии и возможно с учетом еще климатических колебаний здесь ситуация может усугубиться на текущий момент я думаю что по этим акциям какой-то должен быть либо консолидационный диапазон либо возможно даже коррекционный откат в район 3500 здесь нюанс заключается в том что повышенный спрос на ее продукцию происходит где-то в конце зимы в начале весны поэтому с моей точки зрения я бы ее не рассматривал сейчас в качестве какой-то инвестиции в качестве спекуляции она все-таки не не столь ликвидная бумага с моей точки зрения она не очень для этого подходит вот конечно если вы огромный знаток сельского хозяйства и вообще в принципе всего того что связано с минеральными удобрениями экспортом минеральных удобрений и вы понимаете что здесь просто будет чудовищный дальнейший рост цены и объемов то конечно вы имеете полное право ее купить даже в ломкой при таких значениях я вот немножко сомневаюсь в том что по такому пути пойдет развитие сценарий поэтому я бы здесь сделал ставку на консолидацию возможно какой-то коррекционный откат ну хотя бы сюда куда-то так друзья далее рост целиком здесь очень интересная ситуация его высадили на 90 и сейчас от этого 90 пустого как по высаживали там там же многие уважаемые люди купили буклетики этой компании и соответственно теперь полагается у хотя бы в район 108 109 сюда куда-то его свозить а если он здесь закрепится то отсюда следующая цель движения будет уже в район 150 да вот на недельках здесь можно сказать подогнали взвод три белых солдата соответственно отсюда сейчас должно начаться движение первая цель движения 109 110 сюда вот в этот диапазон так друзья дальше давайте вот по мимам пробежимся virgen galactic сейчас вот здесь очень интересная ситуация возникает тестирование на пробой 3435 как только здесь пробой оформляется он уже начинает оформляться сегодня то ее отсюда вполне могут в легкую свозить сначала на 49 потом переписать вот этот исторический максимум здесь пошел движняк соответственно этот движняк должен эту пружинку немножко под распрямить ну и соответственно если будет коррекционный откат в район 30 то роста здесь никакого не будет хотя мне кажется для этой акции 10-15 процентов это сущий детский сад так друзья но и далее конечно же куда в мемы без акции которые воплощение современной американской мечты да и наверное вообще мечты любого современного продвинутого человека это акции компании робин гуд они вот здесь немножко затаились они сейчас переводят дух накапливают консолидируется но могу вам сказать абсолютно точно крайне высокая вероятность того что движение на 71 она произойдет вопрос только как это будет сделано это будет сделано сразу отсюда или это будет сделано сначала движением на 43 или даже на 26 вот но тем не менее сейчас здесь определенный набор позиций он с моей точки зрения произошел вот будут ее конечно туда-сюда толкать сразу говорю это не инструмент который используется для работы не то что с последними деньгами общественным капиталом то есть если у вас есть деньги которыми вы готовы достаточно рискованно действовать и если что их просто отложить в коробочку и подождать пока она вырастет либо превратиться в ноль то это как раз вот та самая волшебная тема ну либо тогда надо на каких-то формах отслеживать я думаю на самом робин гуде всех не разрешит пальчиком погрозит вот мне кажется здесь такими инструментами наиболее рациональный способ действия либо купить и забыть либо купить и ждать достижения определенной цели вот ну а там риск менеджментом у каждого свой в этом то все и загрузка друзья спасибо за внимание хороших торгов хорошего вечера счастлива